Этот ролик в помощь тем, кому в голову пришла бизнес-идея и когда хочется по секрету рассказать всему свету. Рассказать вот, у меня классная идея, давайте соберемся, давайте обсудим, давайте мы что-то предпримем. Я схожу на стартап, я расскажу своим подружкам, друзьям, как здорово, если это произойдет. И понеслось. И обычно такие идеи ничем не заканчиваются. Что происходит? Вот представьте, оно так и есть. Душа выделяет человеку ресурс. Ресурс, и этот ресурс сопровождается какой-то информацией, это есть идея. И человеку раз прилетает идея в голову, я совершу вот это и это. А человек хочет о ней рассказать другим, он делится, он хочет поделиться, поделиться, он хочет разделить. Что он делит? Он делит вот этот ресурс. Он разделил ресурс, и все прекрасно, он чувствует себя комфортно, он вылил, он отдал. А реализовывать на чем? И тут же у человека, когда говоришь, ну как же, ты же расплескал, ты же раздал. А человек говорит, ну а как же я могу не поделиться? Ведь тогда же эго мое процветает и идет с другой стороны. И в нашем мире очень много таких вот подлогов, которые, подмен, которые, по сути дела, провоцируют человека на то, чтобы он слил, отдал, не воспользовавшись. И таким образом вовлекся в игру, в игру, что я бегаю, всем раздаю, а потом я ничего не получаю, я обижаюсь на мир, за это я получаю болезнь, потом я лечусь, пользуюсь чьими-то услугами. И пошло-пошло, таким образом развивается болезнь. Чтобы было понятно, о чем говорю, я сразу дам краткий образ. Вот представьте Бога, и представьте, вы приходите к Нему и говорите, Бог, я хочу мороженое. Бог говорит, как ваш родитель. На тебе денежку, иди купи мороженое. И дает вам ресурс. Вы идете, покупаете мороженое. Нет, вы не доходите до магазина. Когда бы вы купили мороженое, или заменили там на пирожное, или купили конфетку, Бог сказал, молодец, у тебя был выбор, и ты реализовал все, что ты захотел. У тебя была куча денег. Но вы не дошли до магазина, вы вышли на улицу и кричите, подружки, друзья, знакомые, а хрен его знает кто, набегайте. У меня много денег, Бог дал на магазин. Ну, один раз так потеряли. Второй раз так раздали. Третий раз так поделились. Четвертый раз, ну ладно, там знакомые, незнакомые. Ну, у меня же есть мамка, нянька, родня, теща, еще кто-то. Какая разница кто? Каждый раз разделяя, каждый раз раздавая, вы отдаете. Раз так на сотый, Бог смотрит и говорит, этот придурок вообще ничему не учится. Я ему больше не дам. Вы бы тоже своему ребенку не дали. Более того, вы бы поставили его задом и дали бы волшебный пендель. Вот этим волшебным пенделем и есть болезнь, потому что пендель всегда сопровождается болью. Так вот, когда вас Бог лупит под зад, или ваша душа лупит под зад, да, это значит, все, допрыгались. Просто заколебало, когда вы разбрасываетесь их деньгами или их ресурсами. Какую хотите аналогию проведите. Вот так это работает. И у вас есть выбор, либо вы, получив озарение и энергию, берете и сразу делаете, а потом анализируете программой ума, что вы сделали. Либо раздаете, делитесь, получаете под зад, болеете, хромаете. И снова, и снова, и снова. И так протекает жизнь на одних и тех же граблях. Спасибо. Спасибо.